У войны не женское лицо. Под таким названием прошло мероприятие во втором лицее. Встреча началась с вальса, символического выпускного для школьников 1941 года. Встреча была посвящена обороне Москвы. Лицейстам рассказывали про нее через женщин-героев. Шесть портретов, шесть трогательных историй. Зоя Космодемьянская родилась 12 сентября 1923 года в деревушке под названием Осиновкай, Тамбовской области. Максимальная эффективность организации, никаких привлеченных лиц. За звуковым пультом – зауч по воспитательной работе. Танцы ребятам поставила одна из учениц – Александра. Восемь лет занимается хореографией, знает, что делает. Было очень трогательно, очень тяжело было над этим работать, потому что нужно было показать именно правильные эмоции, а не просто выучить. Для многих было проблемой не засмеяться во время этого танца, потому что для кого-то это было не настолько серьезно, как для других. Но я думаю, мы хорошо поработали, и много что у нас получилось. Любопытна сама технология таких мероприятий. Во втором лицее придумали, как совместить качество и охват. В зале на 150 мест культурно-историческую программу повторяют шесть раз подряд. Практически для всех классов старшей и средней школы. Шесть уроков патриотического воспитания. Это для того, чтобы мы с вами никогда не забыли и всегда помнили о том страшном времени, которое было, и о том, что нам дали эти люди мирное время, чистое небо и счастливое детство. Такие регулярные акции проходят во втором лицее в рамках клуба «Интересных встреч». Не реже раза в месяц для школьников готовят новую программу, где рассказывают о культуре и истории нашей страны. Тимур Гайсин, Андрей Безугов, телекомпания Одинцова.